Здравствуйте, уважаемые телезрители! Буквально несколько дней остается до 1 сентября. Дети скоро пойдут в школу, и сегодня, конечно же, мы говорим об образовании, о том, каким оно будет в новом учебном году. У нас в гостях Екатерина Лобко, главный эксперт управления образованием города Эскитима. Здравствуйте, Екатерина Александровна! Ну, конечно, хотелось бы, наверное, сейчас родители многие волнуются, хотелось бы какие-то напустные слова, может быть, в первую очередь от вас услышать, как от человека, который уже много-много лет работает в образовании. Я думаю, то, что родители волнуются, это замечательно. Значит, они неравнодушны к своим детям, а, значит, будут помогать им, будут помогать школе. На что вот члены комиссии обращают, в первую очередь, свое внимание при приемке образовательного учреждения? В первую очередь важно создать такие условия, которые должны быть безопасны для детей. И световой режим, и тепловой режим, и питьевой режим. Проверяется все. Екатерина Александровна, вы вот как человек, который уже много-много лет работает в образовании, как считаете, а что важнее все-таки для детей? Вот как обустроены для них классы, пожарная сигнализация, или, в общем-то, отношения самих педагогов? А вы знаете, а здесь все важно. И условия важны, и отношения к педагогам тоже нужны. Если сравнивать, какие были условия раньше, то, наверное, сейчас условия гораздо лучше. Я помню сама, когда училась. Но мне, например, запомнились тоже учителя. Есть учителя, которые с большой буквы, и их всегда помнишь. Вот, и отношения учителя к ребенку, это очень важно. Особенно тогда, когда ребенок начинает учиться. Вот этот первый класс, он, наверное, запомнится навсегда. Вот, и учитель первый запоминается навсегда. Я права или нет? Конечно. А сколько у нас первоклассников в этом году будет? В этом году будет, ну вот, на сегодняшний день 755 в дневных школах, и в 12-й и 7-й все вместе 11 человек. То есть 766. Это на целый класс больше, чем в прошлом году. А где же взяли этот класс? У нас всегда, по-моему, не хватает места для первоклассников. Ну вот, вы знаете, переполнены. Школы переполнены. К сожалению, уже мы идем, а может быть, к счастью, мы идем к тому, что у нас надо строить школу новую. Потому что две школы, первая и пятая, уже работают. Две смены. А нужно перейти к одной смене. Ну, у нас переполнено на сегодняшний день, кроме первой и второй школы, это и третья, и четвертая школа, и вторая. Если брать южный микрорайон и подгорный микрорайон, там тоже уже переполнены классы. И, в принципе, могут принять еще в школах номер 10 и 14. Даже в шестой школе уже два класса переполнены. Если дальше РОС пойдет, а первоклассники, наверное, будут поступать больше по прогнозу, то мы на грани того, что будем открывать вторые смены и в третьей школе, и в школе номер 11, и в девятой школе. А закон позволяет это, вторые смены открывать? Закон позволяет. А правительство поставило задачу, чтобы работать в одну смену. То есть это не условие, это задача правительства, да? Да, это задача. Чему и как сегодня учат в школах? В частности, речь идет о так называемых образовательных программах, да? Но вот ребенок приносит домой из школы учебники, они начинают делать первые домашние задания и сталкиваются с большими проблемами. Скажите, вот в этом году какие ориентиры есть вообще? Может быть, не только в этом году? Вот может быть, что-то новое появляется в этом? Сейчас есть такое понятие — основная образовательная программа. Эти образовательные программы разрабатывают самостоятельно каждая школа. Закон об образовании так им разрешил. В образовательной программе там все входит. И воспитание, и образование, и выбор учебно-методического комплекса, и учебный план там, и рабочие программы каждого учителя по каждому предмету. Если говорить вот об этом, то это очень большая тема, и в рамках нашей передачи, наверное, мы не сможем это все осилить. Если вы говорите об учебных методических комплексах, которые выбирают на сегодняшний день, то это тоже право образовательной организации. У нас есть федеральный перечень учебников, который утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации. И только из этого перечня имеют право выбирать учебно-методические комплексы. Если говорить о первоклассниках, то в этом учебном году большинство школ берут учебно-методический комплекс, который называется «Школа России». Он устраивает и родителей, им все понятно, и учителей. А школа 2100 куда делась? А школу 2100 выбирали в нашем городе, это школа номер один, четыре, пять и девять. Она еще пока никуда не делась. Есть такое тоже понятие предметная линейка. Вот три года назад вот эти школы выбрали вот эту линейку, да? Школа 2100. И с первого класса до четвертого они должны закончить. Сейчас, в последний год, они занимаются по этому учебно-методическому комплексу. А дальше, когда перейдут в пятый класс, там уже другая бутля деньга. Главный принцип, чтобы не нарушить преемственность и чтобы соответствовали все требования федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Вот это главный принцип. Что касается самого учебного комплекса «Школа 2100», то, наверное, родителям это не нравится, этот учебный комплекс. Да, очень много жалоб, и в интернете идут сплошные обсуждения, особенно предметы «Окружающий мир», как он подается и так далее. Вот у родителей большое недовольство, скажем так, этой программой. Многие в ней не понимают, не разбираются и не могут понять даже заданий, да? А что говорят учителя? А учителям, которые работают по этому комплексу, наоборот, нравится. Потому что они считают, что там материал так подобран, что развивает логику, развивает у детей стремление и даже, так я скажу, жажду к познанию. И там построены задания по принципу «Мини-Макс». И вообще не только задания, а весь материал. Вот максимально ребенок может взять, он берет максимально. Если ребенок не может взять максимально, то он всегда возьмет минимальные. И материал, и задания. Есть там комплексные контрольные работы, которые как раз помогают легко узнать, а что ребенок усвоил и что не усвоил. И вообще это знание, целостное знание мира, познание или нет. То есть вот метапредметная связь. Почему тогда убрали ее из курса образовательного? Ну, сейчас сложно сказать, почему. Кто-то, наверное, не отстоял этот учебник. И с 2014 года он убран. То есть просто линейка эта заканчивается, и все. Очень много споров, да, потому вот нужно делать с ребенком домашние задания. Или не нужно с ним его выполнять. Потому что ребенок тоже не может задание какое-то понять. Да, ему нужно разжевать, объяснить. А вот как вы считаете, так нужно с ребенком делать уроки? Или этого не нужно делать? Ну, на первых порах, наверное, нужно. На первых порах это до какого времени? Ой, ну это сложно сказать. Вот, знаете, должен у ребенка выработаться режим. И, естественно, этот режим одной недели не может выработаться. Вот как вот навыки вырабатываем, так и здесь режим. Чтобы он вовремя встал, вовремя покушал, вовремя пошел в школу. Какие-то обязанности должны быть. Вот, а помогать на первых порах надо садиться, работать с ним. Но, знаете, здесь какая проблема? Ребенок из школы во сколько приходит? В три. А родители приходят позже. И когда он начинает? Вот, например, те, которые учатся в первую смену, когда он начинает уроки учить? Ну, мы-то были со второй, мы садились часов в восемь. Вот. Здесь тоже вот эта проблема. Конечно, у каждой семьи такая проблема. Но нужно помогать ребенку. Меняется ли стоимость детского питания? Что-то, может быть, какой-то подход новый в этом году? Ну, подходы традиционные. А стоимость питания, наверное, будет меняться из-за стоимости продуктов, которые сейчас, знаете, сами цены повышены. Поэтому, наверное, питание будет... То есть речь об этом идет? Да. Речь об этом идет. А намного? Вот, ну, пока это сложно сказать, потому что здесь же разные есть аспекты. Во-первых, есть циклическое меню, которое разрабатывается каждой школой и утверждается в Роспотребнадзоре. Дальше, конечно, вот составляется меню с потребностью, физиологической потребностью ребенка и в соответствии с его возрастом. Вот. Следующий момент – это поставщики. И вы понимаете, что наши образовательные организации, как и детские сады, как и школы, они не имеют хранилищ таких, где можно было большим объемом закупить продукты, потому что только крупные поставщики снижают. А наши образовательные организации стараются закупать у местных поставщиков. И когда я разговаривала с руководителем, вот почему так? Потому что, во-первых, маленькие объемы, во-вторых, всегда свежие, в-третьих, сами не поставляют, сами разгружают, то есть условия нормальные. Вот. И хранение этих продуктов. Вы имеете в виду с местными производителями, фермерами? И производителями, и директорами продуктовых магазинов, да. В основном так. Скажите, а могут ли вот право в этом принять как-то участие родители? То есть, ну, не знаю, смотреть за меню, да, что там детям готовят, кто такие поставщики? Вот родители могут в этом моменте как-то участие принять? Ну, вообще, уже мы стремимся к тому, чтобы родительская общественность каким-то образом, ну, построила отношения с образовательными организациями. И это очень хорошо. Дело все в том, что такой уже опыт есть, когда родители, ну, предлагают свои услуги как по контролю, так и по выбору поставщика. Надо согласоваться с руководителем. Когда могут прийти, с какой целью прийти. Родительские комитеты для этого есть. А вот просто, если каждый родитель будет ходить, это вот, представите, что это будет? Хотелось бы прояснить некоторые моменты, в частности, вот вопрос от родителей школы номер один. Пишут, что на 1 сентября площадь в районе школы перекрывается для линейки. Но все ученики теснятся в крошечном закутке перед крыльцом, а родители остаются за барьером, ничего при этом не видя. По сути, происходит давка, неудобно всем. Можно ли что-то с этим сделать? Ну, я действительно была на линейках к 1 сентября в первой школе. Да, есть такой момент. И администрация школы вообще-то уже думала, и не первый год думает о том, что, а каким образом лучше всего сделать. И в этом году они решили в два потока. Первый поток будет в 10 часов, кстати, все линейки начнутся в 10 часов. С 10 часов будут учащиеся с 1 по 5 классы, включительно 5 класс, 10 и 11. А с часу будут все остальные седьмой, так, шестой, седьмой, восьмой и девятой классы. Думали еще о том, чтобы перекрыть площадь, как вот мы делаем на парад выпускников. Но там тоже будут сложности. Поэтому не потому, что они навстречу не хотят идти, а потому что будут условия такие. Ну, посмотрим, может быть, все-таки вот в два потока удовлетворят большинство родителей. Мы принимали участие в комиссии по приемке школ, и практически в каждой школе того или иного учителя не хватает. Сколько в общей сложности сегодня хотелось бы воскитим учителей и каких? Ну, на сегодняшний день не хватает пять учителей начальных классов, трех учителей русского языка, литературы. Не хватает восемь учителей английского языка. Ну, и там математики, физики по два-три человека. Почему с английским языком так получается всегда? Ну, всегда получается почему. Все-таки люди, которые знают хорошо язык, у них есть возможность устроиться в других структурах. А больше каких не хватает? Английского языка, потому что сейчас востребован в основном английский язык. А какие языки у нас еще преподают? У нас преподают еще немецкий язык. Французского, китайского? Нет, этого нет. Если хотят, вот у нас же были случаи, когда дети выбирали китайский язык, но они учили Новосибирск и ездили. Ездили в Новосибирск? То есть, интересно, допустим, им прийти или нет? То есть, мотивация-то есть какая-нибудь у них? Может быть, в плане жилья, подъемных каких-то вот раньше давали учителям. Сейчас есть что-нибудь? Ну, вот подъемные по постановлению администрации Новосибирской области выдаются каждому молодому специалисту в размере прожиточного минимума трудоспособного населения нашей области. Молодому специалисту? Молодому специалисту, до трех. Вот он должен приехать и три года отработать. И тогда ему вот, он приехал, ему дают вот это пособие единовременное. Кроме того, в течение трех лет, если он не перешел из одной школы в другую, а работает в данной школе, то ему выплачивают 25% ежемесячно от ставки. Раньше еще вот квартиры предоставляли, жилье социальное. Ну, если есть жилье служебное, то тоже предоставляют в первую очередь. А также пользуются тем, что если есть дети, то их, конечно, в первую очередь устраивают детские сады. Говоря о детских садах, наверняка сейчас уже в управление образования пришли родители, стали в очередь получать путевки в детские сады. Хватает путевок на всех, не хватает? Расскажите. Что касается детей, которым необходимо сейчас, начиная с двух лет, на сегодняшний день 238 детей. И в основном это дети центрального микрорайона. Но здесь, вы знаете, места не хватает. Когда предлагаются путевки в Журавушку, где есть места, родители отказываются. И вот, знаете, интересно то, что вот если бы в Новосибирске на таком расстоянии ездили и отказывались, вот как бы там посмотрели. А у нас, ну, понятно, что доступность должна быть. И каждый родитель хоть что-то вышел из подъезда и отдал ребенка. Из баллона. Да. Ну, я бы не сказала, что из баллона. Это правильно, с одной стороны. Но нужно понимать о том, что если нет условий, нет мест, то нужно радоваться, что дают путевки в детский сад, до которого нужно ехать 20 минут. Хотя я понимаю, что каждому хочется рядышком. А что касается от трех до семи лет, то обеспечены все, кто хотел. Что бы хотелось вам пожелать накануне 1 сентября? Родителям, в первую очередь. Конечно же, детям. Может быть, какие-то пожелания есть у педагогического состава к тому, как нужно приходить на линейки, нужно ли нести большие букеты. Вот ваше личное впечатление. Вот вы знаете, хорошо вы сказали про букеты. В прошлом году родители города Москвы предложили сделать благотворительную акцию. Это подарить учителю один хороший букет. А остальные средства, которые родители запланировали на приобретение букетов учителю, отдать детям, которые нуждаются. И вот я сейчас не знаю, сколько они, по-моему, 500 тысяч рублей сэкономили все родители города Москвы. В этом году наусибирские родители поддержали эту акцию и тоже объявили. Поэтому, я не знаю, эскетимские родители пока в этой акции не участвуют. Просто пока не додумались, может быть? Да. Ну, может быть, не додумались. Может быть, все-таки не привыкли к тому, чтобы ребенок шел без букета и один букет подарить. Я считаю, что цветы – это здорово, это же праздник. Мы без цветов не представляем даже зимой хороший праздник. Так ведь? И, конечно, приятно получать. Но вот эта акция мне очень понравилась. И я думаю, что это неравнодушные родители придумывают. Они думают не только о своих детях, но о детях, которые учатся в одном классе со своими детьми, с их детьми, и какую-то помощь оказывают. Вообще, вот оказывать благотворительную помощь – это очень здорово. Потому что есть не зря поговорка «чем больше отдаешь, тем больше получаешь». Я вот считаю, что это правильно. Спасибо, Екатерина Александровна. Благодарю вас за эту беседу, за то, что вы к нам сегодня пришли и ответили на все наши вопросы. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, сегодня у нас в гостях была Екатерина Лобко, главный эксперт Управления образования города Эскетима. С наступающим вас праздником и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова